Я читаю двенадцатую главу из четвертой книги царств. В седьмой год Иуева царился Иоас, и сорок лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены, народ еще приносил жертвы и курение на высотах, и сказал Иоас священникам, все серебро посвящаемое, которое приносят дом Господень, серебро от проходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господень, пусть берут священники себе. Каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме везде, где найдется повреждение. Но как до двадцать третьего года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая из священников и сказал им, «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходил писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а они и сдерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делатели стен, и на каменотесов, также на покупку дерев и тесанных камней для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень, а производителям работ отдавали его и подчиняли им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносили в дом Господень, священникам принадлежало оно. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войной на Геф, и взял его, и вознамерился Азаил и Тина Иерусалим. Но Иоаз, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат, и Иорам, и Ахозия, отца его, царь иудейский, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочие об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Мелло на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иоазакар, сын Шемеаты, и Иогазавад, сын Шамеры, и он умер. И похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Амасия, сын его, вместо него. Иоаса в городе Давидовом, и 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 в городе Давидовом.